Итак, недостаточным приемом к прямому усмению нельзя низкая чувствительность и низкая частота не убирать. Например, при частоте настройки 10 мегагерц полоса пропускания полосового фильтра будет в районе 50-100 кг, что значительно превышает ширину сектора амплитудно-модулированного сигнала. Избираться от этого можно, принеся сектор сигнала в область низких частот. Кроме того, желательно получить промежуточную частоту одного номинала. Структурная схема приемника прямого преобразования изображена на рисунке. Он содержит приспектр смеситель, гетерамин, тихо низких частот и инфинитивность звуковой частоты, нагруженные на телефоне или грубоговорителе. Своё наименование приемника прямого преобразования. Приемник получил свою весть тем, что принимаемый высокочастотный сигнал и образуется непосредственно в сигналу звуковой частоты. Впоследствии смешения принимаемый сигналы сигналом гетерогизма. Частота гетерогизма равна или кратно частоте сигнала. Также такой приемник называется гомо-зином или гетерогизм. Схема прямого преобразования позволяет ему устроить много диапазонные приемники. Для перехода с одного диапазона на другой достаточно сменить частоту гетерогизма. По мере развития цифровых технологий, эта схема становится все более сохраненной. Ее помощи удается реализовать все более высококачественные приемники. Частота гетерогизма. Ее помощи удается реализовать все более высококачественные приемники. Идя вEMAим дальний горизонах в Canadclbereich и яеосна на 가ja то slaveazон может удا classить вызвать воды, Продолжение следует...